И снова всем welcome, это снова я, DNGP. Сегодня у нас немного пасмурная погода. Ну ничего, запишем видосик. Сегодня я расскажу про питомцев в Японии. Многие интересовались вообще про то, можно ли держать питомцев в Японии и вообще как это происходит. Потому что у кого-то там любимая есть кошка, там собака, может кто-то переезжает, а он кто-то здесь хочет приобрести. И поэтому немного проясню ситуацию. Значит, существует два типа домов. Есть такие вот частные дома, как вот вы видите впереди, наподобие вот этого или вот этого. И вот здесь вот у нас еще два построили. Данные дома, если вы покупаете, то вы можете делать в них все что угодно. Это вообще не зависит от того, можно там держать или нет. Но если вы арендуете дома, то там будут существенные правила или ограничения, особенно на домашних животных. В данном случае, вот в нашем доме, в нашем доме заводить и держать питомцев запрещено. Имеется в виду кошек, собак или больших вообще питомцев. Но если вы, например, хотите с небольшими питомцами, там аквариум или какой-нибудь там террариум или еще что-то, то, пожалуйста, без проблем вы можете завести и это будет нормально. Единственное, конечно, надо чистить постоянно там и ухаживать за этим. А то как тогда вот у чувака, вот, по-моему, вот из вот этой или вот со второго этажа, вот с этой квартиры, они там паука-охотника купили себе. Вот, и какой-то, ну, и маленькой коробочкой его держали. И в какой-то момент он сбежал и к нам домой. Вот, а паук-охотник, чтобы вы представляли, ну, я вот на пальцах покажу, вот, вот такой примерно размер у него этих самых ног. Это где-то сантиметров 20 или 25 даже, такие огромные лапы. Так вот, мы его вылавливали у себя дома. Что касается этих питомцев, есть специальные дома, вот, подобие вот такого дома. Это апартменты или маншины, где написано WISPAT или называются они еще PET-френдли. Дома, типа, дружественные для питомцев. И данные дома, они позволяют заводить любого питомца. Там специальные материалы используются внутри, специальные, у них есть и мойки перед домом обычно для питомцев. У них есть обязательно место для питомца там, прямо в квартирах. То есть, и также имеется там изоляция, там, как она называется-то, это специальная для, ну, если вдруг там питомец будет по углам мочиться, чтобы вот это вот, его моча там не протекала в щели на второй, со второго на первый этаж, ну, или там в какие-то эти полости, чтобы не воняло вот это все. Там все заизолировано и сделано как надо. А в обычных домах, вот таких, как у нас, такого нет. Поэтому, если люди заведут здесь питомца, не, ну, как бы выселить его не выселит никто. И даже если вы там будут жалобы, там, на шум или еще что-то. Но просто потом при выезде, когда человек будет выезжать из этой квартиры и будут проверять квартиру там на повреждения, какие там внутри за столько, сколько он вот лет пользовался этой квартирой. И если найдут там когти или обгрызанные углы там, еще мебель или еще что-то, то вычтут из депозита, который он оставлял на время, во время въезда в эту квартиру. Поэтому данные дома, вот, кстати, очень даже неплохо. Вот он недавно его построили, буквально за, ну, не знаю, полгода, наверное, его там чуть плюс-минус где-то так, полгода, да, его строили. Тоже поставили камеру там на вход, чтобы смотреть, кто въезжает, кто выезжает. Это, кстати, вот, хозяева этого дома, вон, в том же вот соседнем доме, они эту землю продали под, ну, как продали, дали в аренду под застройку этого дома и отстроили дом здесь. Вот они теперь, это, как бы у них, получается, два дома рядом стоят, и они смотрят, это как их не местный бизнес, там, вот они с питомцами, они у них, собака, по-моему, сколько помнили, там, да и даже собаки. Уже вот кто-то въехал в квартиру, вот здесь живут, там, велосипеды стоят, все. Да, еще могу сказать, что питомцы в Японии стоят достаточно дорого, если вы думаете, что там можно найти какого-то там бесплатного или там на улице какого-то питомца, вряд ли. На улицах вообще питомцев нет, их сразу отлавливают и в приюты отправляют, а если вы нашли кого-то там, скорее всего он чей-то, и где-то висят объявления о его пропаже. В этом плане надо тоже обращаться либо в приюты, либо в магазины, самые дорогие это в магазинах питомцы, они будут стоить там, ну, вот, чтобы не соврать, где-то 100 тысяч йен. Средняя цена такая 100-120, бывает и за 200 тысяч йен, ну, там, как бы, зависит от породы, от родословной и все остальное. Но если вы как бы непривередливы и можете позволить себе какого-нибудь питомца за даже там небольшие там символические деньги, то это вам лучше обратиться в приют для животных. Там очень много животных и они недорогие, многих даже они могут и, ну, там, за бесплатно отдать. Главное, чтобы это забирали. Единственное, конечно, тот вопрос в том, что, ну, сможете ли вы там ухаживать за ним и так далее, потому что обычно в этих приютах это питомцы уже после каких-то, ну, неблагополучных семей, которые их там выгнали или там плохо кормили, плохо ухаживали, и у них стресс большой был, поэтому, ну, им надо адаптироваться для этого. Так, такие вот дела по поводу питомцев в Японии. Да, и как бы в Японии вообще, ну, если у вас квартирка небольшая, то, скорее всего, вам не разрешат заводить питомцев. Ну, только в том случае, если у вас какие-то специальные квартиры, об этом прям сразу сообщается при въезде. И за данные эти квартиры, ну, они немного подороже стоят, чем обычные квартирки. Больших собак или больших там каких-то зверей вы вообще не найдете. Здесь в Японии нету никаких, как называют, кавказских овчарок, ни алабаев, ни этих самых, ну, охотничьих вот этих борзых я не встречал. Ну, возможно, где-то и есть, но это только, опять же, в таких вот обычных домах, которые частные дома. Вот у них, да, возможно, есть, возможно, ну, можно поместить эту собаку во двор. Но, опять же, здесь такой еще вопрос, что если собака будет находиться вот в пределах вот огороженной территории, то это нормально. Но если она каким-то образом сможет выпрыгивать из этой территории и бегать где-то по округе и лаять или там пугать людей, то, скорее всего, на вас вызовут полицию, потому что она будет угрожать безопасности, эта собака. Поэтому в Японии вы не увидите собак, которые находятся в каких-то дворах у кого-то, охраняют там. Если только это не какая-то большая территория огорожена большим забором, через который собака просто не выпрыгнет. Вот здесь вот забор, видите, небольшой, буквально, может быть, метр высотой, через который собака спокойно перепрыгнет. Поэтому тут вот и нету никаких питомцев, ничего. Вот такое вот небольшое видео про питомцев. Опять же, но и все животные обычно, если они продаются где-то, они прививаются, и у них там идет и медкнижка, и все остальное. Так же, как у человека. То есть на них даже и страховки делают, и все. То есть там целое это самое. Ну, затраты там неплохие на них идут. Не только на еду, но и на лечение, на разные медицинские препараты. Если там заболел, обязательно это медицинские клиники для питомцев, обязательно здесь есть и отели для питомцев. Если кто-то уезжает, например, в командировку, либо там на работу уходят, чтобы питомца дома одного не оставлять. Либо сервис вызывает, тоже есть по вызову приезжает, сервис забирает собаку на день в отель, потом обратно вечером привозит. Либо сами вы отвозите ее. Но, опять же, так же, как и детей, здесь дома питомцев, ну, не оставляют. Здесь нельзя оставить просто так дома одного питомца, чтобы он это, там, ну, вдруг он помрет, там, или еще что-то. А тут уже, как бы, ну, возможно, какие-то санкции будут на этого человека наложены. Ну, про более подробно я не узнавал насчет каких-то, там, случаев, там, повреждения питомцев. Но за, как она называется-то, за насилие над животными здесь тоже следят. Поэтому, если вы заводите питомца, там обычно тоже есть, типа, надзорные органы, которые проверяют, и все ли в порядке с питомцем, там постоянно просят прийти, проверить его на эти прививки, и сделать, и проверить его на состояние здоровья в больнице, в клинике. Также тоже на подписке все. Ну, а подписка имеется в виду, что регулярное посещение клиники, чтобы проверять это, там, раз в полгода, где-то так, может быть, в год. Ну, вот и все, что я хотел вам рассказать. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Ну, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, где я публикую все изменения о канале и новые видео. Ну, все, до новых встреч, увидимся.